МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Как всегда, в это время по вторникам в эфире телеродия компании Щелкова, программа «Диалог». С вами я, ее ведущий Сергей Дадыка. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450, и задавать свои вопросы моему сегодняшнему гостю. А в гостях у меня сегодня директор Щелковского многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Илья Шумейко. Здравствуйте, Илья Валерьевич. Добрый вечер. Илья Валерьевич, вы уже в должности значительно больше года, почти полтора года. Тем не менее, первый раз в нашей программе. Считается так, что раз в год все гости нашей программы должны побывать у нас. У вас сегодня дебют, премьера. Я вас поздравляю с этим. Спасибо. Ну и тем не менее, такой традиционный вопрос, конечно, для нашей программы, когда встречаемся, так скажем, год спустя с очередным гостем. Какие итоги работы того или иного предприятия или организации за минувший год? Ну, в данном случае это Щелковский МФЦ. Чем запомнился 2018 год? Год был тяжелый, мягко говоря, непростой. Но самое главное, что почти полмиллиона услуг Щелковский МФЦ оказал за 2018 год. Были открыты 9 окон на территории тогда еще Щелковского муниципального района, сейчас это городской округ. Четыре окна мы открыли. Комсомольская, дом 11. Это территория каворкинг-центра «Старт». Это здание Сбербанка, чтобы жители понимали по конкретике. Одно окно открыли. Это площадь Ленина, дом 5, банк Возрождения. И еще четыре окна. Это микрорайон Чекаловский, улица Радиоцентр, дом 5, дом 16. Весь спектр услуг, за небольшим исключением, оказывается в этих окнах. К сожалению, хотелось бы, чтобы поток заявителей туда был больше. К сожалению, не все жители об этом знают, что окна там открыты. Пользуясь случаем, хочу пригласить вас в эти дополнительные окна, открытые не так давно. Хочу пригласить наших заявителей. Приходите, не бойтесь. Все услуги там будут оказаны точно, в срок, скрупулезно и хорошо. Ну, давайте тогда пройдемся, опять же, может быть, по цифрам. Пользуясь вашей терминологией, сколько вообще всего окон существует в нашем городском округе? И как они расположены территориально? Вы знаете, сейчас 54 окна уже получается. 54 окна. Из них 34 – это окна МФЦ, 29 в центральном офисе на улице Свирской. 5 окон – это второй наш офис, Новинское шоссе, дом 6, Монина, здание администрации. И 20 окон территориально обособленных подразделений, разбросанных по всему городскому округу. Вот 9 окон я уже назвал. И в городских и сельских поселениях, входивших ранее в состав муниципального района, сейчас городского округа. Это вот 54 окна, разбросанные по нашей территории. Нагрузка, к сожалению, неравномерна. Основная нагрузка идет у нас на центральный офис, Свирская и Монина. Вот, наверное, это основные цифры по окнам. Что еще хотелось бы отметить? По времени ожидания мы существенно продвинулись. У нас по прошлому году среднее время ожидания чуть меньше 6 минут. При нормативном 12,5. Сейчас это уже 12 минут нормативное время ожидания. Но сейчас мы уже гораздо, гораздо, гораздо лучше. У нас практически 3 минуты, 3,20 сейчас в настоящее время. Ну, а с чем связано вот это улучшение? Потому что я помню, когда была в гостях ваша предшественница Инга Юрьевна, директор Пчелковского МФЦ, когда только открылся центр, буквально через 3-4 месяца, потом еще спустя год. Ну, я помню тогда основные нарекания как раз со стороны жителей, клиентов, так скажем, МФЦ, были именно долгое время ожидания в очереди. И оно было значительно больше 15 минут. Вы знаете, первое, наверное, это кадровый вопрос. Чего удалось добиться? Это остановить текучку кадров. Этой проблемы практически нет. У нас, слава богу, теперь наши сотрудники уходят либо на повышение, а повышение я имею в виду, это повышение зарплаты, либо статус. В этой же организации? Не обязательно в этой же организации. Я, знаете, всегда радуюсь за сотрудников, которые уходят на более достойную, либо зарплату, либо выше статусом какое-то место занимают в карьерной своей деятельности, так скажем. Либо это декретный отпуск, а у меня больше 10 человек в декрете. Ну и, наверное, большинство сотрудников все-таки женщины. Да, да, подавляющее большинство – это молодые девушки. Вот первый кадровый, наверное, вопрос. Второй все-таки – это расширение сети МФЦ. Все-таки мы уже сказали, что довольно много дополнительных окон открыто, и нагрузка все-таки распределяется на эти окна. И третий момент – это переход в цифровую сферу. Это переход в оказание услуг в электронном виде. Мы об этом чуть позже отдельно, наверное, поговорим. Вот, наверное, три основных фактора, которые позволили снизить время ожидания. Да и я думаю, что жители сами готовы отметить, что таких очередей, как это было раньше и сейчас, нет. Я надеюсь, что это заметно, потому что мои сотрудники очень для этого стараются, и, поверьте, это непросто. Мы еще и вернемся тоже к вопросу и к электронной очереди, и к вопросу подготовки кадров. Сейчас предлагаю посмотреть короткий видеосюжет, который мы снимали в конце лет прошлого года, о том, как были открыты дополнительные, можно назвать это, да, дополнительный офис МФЦ? Дополнительные окна. Дополнительные окна на Комсомольской 11, в коварке к центре «Старт» в помещении Сбербанка. Давайте посмотрим. Так, давайте. Государственными и муниципальными услугами в полном объеме, как и в центральном офисе на Свирской, здесь теперь обеспечиваются жители из близлежащих домов. Впрочем, и посетители коваркинг-центра и Сбербанка заодно имеют возможность заказать и получить необходимые документы. Такие комфортные условия для населения МФЦ создает последовательно. По району уже сейчас вместе с этими новыми работают 54 окна. Их открыли для того, чтобы разгрузить центральный офис и сделать услуги более доступными для жителей отдаленных микрорайонов. В дальнейшем МФЦ будет развивать в том числе и электронную систему оказания услуг. Ну а новые окна, в данном случае на Комсомольской 11, будут работать по будням без обеда с 9 утра до 6 часов вечера. Можно уже какие-то выводы сделать, скажем, по поводу вот этих новых окон, да, все-таки уже больше полугода прошло. Пользуется популярностью именно в этом месте? Конечно, конечно. Мы ни разу не пожалели, что открыли именно в этом месте. Во-первых, это все-таки близость финансовой структуры. Особенно это удобно, когда сделки проходят по купле-продаже объектов недвижимости. Это либо ячейка, либо какие-то еще варианты. Близость МФЦ здесь, конечно, незаменима. Действительно могу отметить, что больше, наверное, это правильнее назвать услуги для бизнеса, так скажем. Коммерческие, открытие бизнеса. Здесь, наверное, удобства больше. Социальные услуги, социального блока в этих окнах не пользуются, к сожалению, спросом. Ну, наверное, это очевидно, потому что вряд ли бабушки, наши пенсионеры пойдут именно в эту структуру. Они как-то привыкли больше ходить в центральный офис. Им там удобнее. Ну, а вот то, что время работы, так скажем, сокращенное, да, в отличие, потому что, я знаю, центральный офис работает с 8 утра до 8 вечера, да, а здесь с 9 до 6. Ну, это, наверное, связано с тем, как работает и Сбербанк. Вы знаете, во-первых, да, как работает самая площадка, которая предоставляет нам помещение. Во-вторых, если бы нагрузка была выше, мы готовы рассматривать варианты, работать по другому графику, если нагрузка будет соответствующей. Если мы видим, что этого достаточно, мы пока работаем по такому графику. То есть, мы готовы идти навстречу жителям, для их удобства перейти на другой график. Но пока этого необходимости я не вижу. Ну, а вообще вот эти дополнительные окна, они весь спектр услуг оказывают? То, что и в центральном офисе, или есть какие-то исключения? Практически весь, но есть исключения, они связаны больше с хранением и выдачей документов, удостоверяющих личности водительских удостоверений. Потому что мы, к сожалению, не можем все дополнительные окна оборудовать фото услугами, потому что для водительских удостоверений нужна фотография. А по хранению паспортов граждан Российской Федерации и загранпаспортов, там отдельные условия, видеонаблюдение, тревожная кнопка, то есть сейф, решетки на окнах. Мы не можем хранить это в удаленных рабочих местах. То есть, это просто правила такие? Это просто правила, они утверждены не нами. Причем требования абсолютно четкие, и мы их выполняем. Ну да, я еще почему задал этот вопрос, я сам столкнулся тоже с такой ситуацией, буквально летом прошлого года. Назрела необходимость поменять водительское удостоверение, срока вышел, и я пошел как раз вот в одно окно, недавно совсем открытое тогда в банке возрождения. И вроде уже мне все поднимают, а потом оператор говорит, ой, не получается, потому что она мне не объяснила, потому что не получается. Но я пошел в центральный офис, и все прошло нормально. Но теперь я понимаю, что это связано с отсутствием техники для фотографирования. К сожалению, да, есть такие технические трудности. Нельзя оборудовать все окна таким же образом, как и центральный офис. Поэтому центральный офис, наверное, и справедливо пользуется большей популярностью. Конечно, удобно некоторым категориям наших заявителей обращаться и в удаленные рабочие места, но все-таки центральный офис. Это, знаете, как принцип большого супермаркета. Чисто психологически кажется, что там все есть. Поэтому идут к нам. Ну да, хотя иногда все-таки удобнее пойти в магазин, который рядом с домом. Да, даже иногда наши соседи отправляют к нам, у них большой центр, приезжайте туда. Такое тоже бывает. Ну а вот еще тогда, если можно, какую-то статистику, информацию по вновь открытым окнам. Я имею в виду и вот офис 1. Одно окно в банке Возрождения и 3 окна в радиоцентре Ашкаловской. 4. То есть всего 9. Они пользуются популярностью. Ну количество услуг у нас нормативное. Оно не разделено между удаленными рабочими местами и окнами МФЦ, так называемыми центральными. Это 35 услуг на окно в день. Эти нормативы не выполняются в удаленных рабочих местах. Там нагрузка ниже. Это 15-20 услуг в день на окно. Но это стабильный поток, мы пока обеспечиваем. Поэтому еще раз обращаюсь к нашим заявителям, пользуюсь случаем, приходите и не переживайте, что это все-таки маленькие окна МФЦ. Ничего там такого страшного в этом нет. Это полноценный окон. По крайней мере, качество услуг будет соответствовать. Давайте теперь пройдемся именно по тем услугам, которые оказывает МФЦ. Потому что, наверное, не все знают, что и количество услуг с каждым днем прибавляется и прибавляется. Понятно, что не надо перечислять все. Знаешь, их там значительно больше ста. Значительно больше ста, да. Поэтому хотя бы основные, чтобы как-то сориентировать наших зрителей. 318 услуг, если мне не изменяет память, на данный момент оказывают. Это региональные государственные и муниципальные услуги. Муниципальных 56, порядка 200 региональные и, соответственно, остальное количество это государственные услуги. Что хотелось бы отметить. В последнее время количество услуг, которых переведены в электронный вид. Почти все услуги, давайте так, процентов, наверное, 80 от общего количества, от 318, можно получить в электронном виде. Это за этим, мягко говоря, будущее. За таким видом оказания услуг. Потому что это действительно удобно. Вы не привязаны к графику работы. Вам нужен всего лишь компьютер, доступ в интернет. Ну и в идеале еще сканирующие устройства. Можно обойтись фотоаппаратом. Вы подгружаете документы, зайдя на определенный портал. Если это государственная услуга, то это государственный портал оказания услуг. Если это региональный, то это портал РПГУ. Это региональный портал государственных услуг. А муниципальные? Муниципальные услуги тоже оказываются через портал РПГУ. Тоже оказываются через портал РПГУ. Мы стараемся нашим заявителям донести, так скажем, популяризировать эту форму оказания услуг. Потому что не все готовы, не все доверяют этому виду. То есть привычка, она вторая натура. Поэтому привыкли в окно по старинке. И очень сложно иногда объяснить, что это не опасно. Это нормально, и вы получите полноценный результат. Но, к счастью, из полумиллиона, наверное, 1120 – это услуги, которые были оказаны в электронном виде за прошлый год. В настоящее время цифра, наверное, в районе 30 тысяч, которые услуг за текущее время оказаны в электронном виде уже. Уже за этот год. Но ведь, наверное, все равно не все услуги могут оказываться в электронном виде. Задача к 2020 году 90%. Эта задача поставлена президентом. Вот водительское удостоверение, наверное, все равно нельзя будет получить, да? Потому что сфотографироваться нельзя. Ну, в сферу определенных нюансов, некоторые услуги пока, ну, не исключено, что тоже скоро найдут решение этому вопросу. Но, тем не менее, мы рассчитываем, что и услуги государственной инспекции для их скоро будут тоже переведены в электронный вид. Спасибо. Напоминаю, что в гостях у программы «Диалог» сегодня директор многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Щелкове, Эльга Шумейко. Звоните, задавайте свои вопросы. Телефоны 496, код города 567-1440, 567-1450. Предлагаю посмотреть еще один видеосюжет. Это короткий видеосюжет с заседания, с оперативного совещания в администрации городского округа Щелкова. Буквально это неделю назад было, и там как раз была затронута деятельность МФЦ. Давайте посмотрим. Щелковский многофункциональный центр сегодня занимает 13-е место в рейтинге. Задача — вернуться в десятку. Что касается перспектив, то работа МФЦ все больше уходит в виртуальное пространство. Офисы на территориях ожидает сокращение. В некоторые обращаются не больше десятка человек в месяц. Закрывается офис на Загорянке под вопросом Гребнева. По указаниям правительства Московской области, главного управления, контрольного управления, которое регулирует деятельность МФЦ, сейчас все-таки больше переходим на прием заявлений жителей в онлайне. То есть это норма работы с заявителем. Еще одна информация прозвучала о том, что планируется закрыть окно на Загорянке. С чем это связано? Ну, давайте так. Наверное, термин «оптимизировать» больше подойдет в этом случае, потому что, действительно, если удаленное рабочее место не пользуется спросом, не пользуется популярностью, то мы будем это окно оптимизировать. Мы можем оставить этот вопрос на рассмотрение сейчас, выездной прием, так называемый, но полноценно это окно работать не будет в этом месте. Мы его будем переводить в другое место, где оно более востребовано. А таких мест в Щелкове, слава богу, хватает. Почему Загорянка? Загорянка, она открыта у нас в конце 2015 года, если не ошибаюсь. Да, уже достаточно времени прошло, 15 заявителей в месяц бывает такое, а это очень мало. Это очень мало. Понятно, что есть категории граждан, которым там и удобно, и более доступно, но для этих категорий мы можем осуществлять выездной прием, причем есть категории граждан, которым это делается абсолютно бесплатно. То есть это ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды первых и второй групп. Да и вот чисто по-человечески, если, извините меня, кто-то что-то сломал и не может ходить, мы пишут заявление, отправляют нам, даже по электронной почте, и мы отправляем сотрудников, они оказывают услугу на даму. Абсолютно бесплатно. Вот такую функцию мы, наверное, будем применять на загорянке, потому что полноценное окно – это слишком дорого при таком потоке заявителей, при маленьком потоке. Что касается вернуться в десятку, ты из сюжета видел. У нас действительно сейчас 13-е место. То, что мы из десятки вышли, это, наверное, связано с новой методикой оценки эффективности нашей деятельности, нашей работы, появились новые показатели, под которые, ну, просто слишком мало времени прошло, чтобы мы подстроились под них. А в чем они заключаются, эти критерии? Вы знаете, в новой методике оценки, начиная от количества подписчиков в соцсетях, заканчивая качеством работы колл-центра. Ну, на колл-центре я хотел бы отдельно дальше остановиться. Такие показатели, как комфортность. У меня в телефоне, у каждого директора МФЦ Московской области установлено приложение, называется оно «Проверки Подмосковья», где мы каждый месяц сами оцениваем свою комфортность. Путем фотографирования идет привязка геолокации к месту. То есть мы фиксируем, что, в каком состоянии находится здание, прилегающая территория, начиная от доступной среды, заканчивая наличием сушилки для рук в туалете. То есть вот так вот. Там порядка 90 фотографий, вот мы оцениваем комфортность. Нас потом проверяют, проверяет наше высшестоящее учреждение, государственное казенное учреждение Московской области, МФЦ. Ну, также жители оценивают нашу работу. Это пульты оценки качества, это обратная связь путем направления анкет после оказания услуг, как на почту электронную, так и на номер мобильного телефона. Это, кстати, один из самых весомых показателей. Потом такое понятие, как нагрузка на окно полностью ушла из рейтинга. Вот раньше нас оценивали, чем больше нагрузка, тем лучше позиция в рейтинге. Ну, то есть чем больше человек прошло, да, за определенный срок? Да, но, вы знаете, тут двойная такая ситуация получается. С одной стороны, если у вас большая нагрузка на окно, открывайте больше окон, снижайте нагрузку. А с другой стороны, чем больше у вас нагрузка, тем вы лучше в рейтинге. Нестыковка идет. Вот поэтому мы, наверное, одни из первых, кто этот вопрос задал, что несправедливо. Потому что мы открываем окна, снижаем нагрузку и сами себя просаживаем в рейтинге, получается. Вот эта позиция полностью ушла. Ну и потом, наверное, еще это, я имею в виду, нагрузка на окно связана с тем, что услуга-услуги рознь, как говорится, да? Конечно. Один человек пришел и решил свой вопрос, словом говоря, за пять минут, да? Образно говоря. А какие-то сложные, я не знаю, наверное, сделки с недвижимостью, это можно потратить... До часа. До часа. Поэтому, естественно, разное будет количество прошедших. Ну вот, я хочу уточнить для наших зрителей, что Илья Валерьевич сказал, 13-е место, да? 13-е, да. Вышли с десятки, но на самом деле это очень высокий показатель. Потому что имеется в виду относительная цифра, да? На самом деле всего 68 мест, так что 13-е место это очень хорошо, да? 68 муниципалитетов у нас в Подмосковье. Задача поставлена, быть десятки, значит будем своим сотрудникам в этом отношении. Я доверяю, они все молодцы. У нас есть звонок от нашего зрителя. Давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Вопрос такого плана. Можно ли в ФЦ оформить заграничный паспорт нового образца? Если можно, то в какие сроки это будет сделано? И какие документы при этом? И в какое время можно подойти и оформить? Тема очень интересная. Биометрические паспорта, так называемые, МФЦ Селковского, на тот момент района, первые в Московской области, кто запустили этот проект в МФЦ. Услугу оказывают сотрудники МВД на оборудование, которое мы закупили, мы ему передали в безвозмездное пользование. Услуга оказывается один раз в неделю по средам с двух часов дня до пяти. Но опять же, сразу хочу оговориться, если есть поток заявителей, сразу мы распределяем на остальные дни нагрузку, потому что пока заявителей мало. А этому есть объективные причины. Первая причина, наверное, это госпошлина, потому что госпошлина не такая маленькая, она 5 тысяч рублей, а через госуслуги портал эту услугу можно получить за 3 тысячи рублей. То есть скидка 30%. 3-300, по-моему, госпошлина обойдется. То есть вот еще один плюс получения услуг в электронном виде. То есть приходите, среда с 2 часов, с 14 до 17 часов к нам. Для этого вам нужно иметь с собой гражданский паспорт, заполнить анкету в электронном виде, если нужно, мы поможем это сделать, и оплатить госпошлину. И иметь при себе 4 фотографии. Их можно сделать, кстати, у нас. Ну вот давайте поговорим тогда о времени сейчас. Если такие узкие временные рамки для получения, ну понятно, биометрических паспортов, загранпаспортов. Ну а вообще, в какое время лучше всего приходить на прием, так скажем? Вы знаете, ситуация, мы пытались прогнозировать, не всегда получается. Всегда получается. Естественно, оптимально это делать в районе 9 часов утра. 9 часов утра. Если по дням недели, то самый незагруженный свободный день – это понедельник. Суббота – нагрузка очень высокая. Ну понятно, да. Потому что люди работают в дни. А так это утренние часы и вторая половина дня после обеда. Это, наверное, с 15 и в сторону окончания рабочего дня. Вот, наверное, оптимальные часы для посещения МФЦ. Но опять же, бывают такие всплески, которые прогнозировать очень сложно. Мои сотрудники называют этот процесс «электричка приехала». Это что значит? Это значит, что одновременно в МФЦ могут зайти 40 человек. Ага, понятно. А окон всего 29. И, соответственно, довольно сложно их распределить, эта нагрузка. Просто вот заходит толпа. Ну, возможно, это связано с близким расположением к станции железнодорожной. Либо автобус останавливается, либо что-то еще. Но в любом случае мы всех принимаем, всех распределяем. Но иногда бывает нужно чуть-чуть подождать, но все это в нормативные сроки. Илья Валерьевич, у нас есть еще один звонок. Давайте послушаем нашего зрителя. Здравствуйте. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Да, я хотела бы вас уточнить. Я живу на крае Богородки, это город Щелково. Мне необходима была выписка из домовой книги. Я звонила в колл-центр, а мне девочки сказали, что данный адрес еще не передан. Я бы хотела уточнить, будете передаваться именно дома вашей МФЦ? А какой дом у вас, извините? Богородки-6. Богородки-6. Да. Понятно. Ну, смотрите. Часто такое выражение, наверное, слышат заявители наши, что это не наш адрес. Я поясню, что это такое. Картотека, паспортного стола, она в МФЦ берется не из ниоткуда, ее передает управляющая компания. Для этого надо с управляющей компанией, чтобы был заключен соответствующий договор на введение, по-моему, это называется персонифицированная база данных. Есть управляющие компании, которые просто этот функционал нам не передали. Вот Богородский дом-6, это как раз не наш адрес. Мы эту территорию не обслуживаем. Это, если я не ошибаюсь, управляющая компания дом-жилсервис. Это их территория. У нас, к сожалению, всего 23% от общего жилого фонда городского округа. У нас 4 миллиона 600 тысяч квадратных метров в жилой площади. И в МФЦ передано где-то миллион 200, миллион 300 всего лишь. Мы в этом направлении активно работаем, потому что все государственные органы и службы запросы пишут в МФЦ, когда нужна выписка из домовой книги по тому или иному адресу. А МФЦ не обладает информацией. У них просто этих данных нет. Потому что картотеки не переданы. Ну что же, получается, значит, у нас жители одного городского округа, даже одного города, потому что, естественно, Богородский это город Щелково, да, и находятся они в неравном положении? Ну, ситуация немножко не такая, потому что они могут обратиться в управляющую компанию. То есть они идут в управляющую компанию и там получают эту выписку из домовой книги. А другие жители, соответственно, могут обратиться в МФЦ. В любом случае, задача поставлена, 90% жилого фонда должно быть передано на обслуживание в МФЦ. И, ну, я думаю, в ближайшее время мы этот вопрос решим до конца, чтобы жителям было удобно. Все-таки особенно было бы удобно, если эта услуга была бы по экстратериальному принципу. То есть вы могли бы заказать, находясь в одном МФЦ, допустим, образно, в Красногорске, могли бы заказать выписку из домовой книги в Щелково. Вот это было бы вообще классно, если бы была одна общая программа паспортного учета. И можно было бы заказывать гражданину выписку вне зависимости от его постоянной регистрации в том или ином муниципальном образовании Московского области. Но пока такого нет. К этому все идет, могу так сказать. Это в планах. Это в планах, этим занимается Министерство государственного управления. Спасибо, Илья Валерьевич. Напоминаю нашим зрителям, что сегодня в гостях у программы «Диалог» директор Щелковского многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг Илья Шумейко. Телефоны прямого эфира 567-1440, 567-1450. Звоните, задавайте свои вопросы. А мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Продолжение следует. Здравствуйте, слушаем вас. Вы в эфире. Добрый вечер. Да, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как нужно поступить в следующей ситуации мне? Мы построили новый дом, оформили права собственности на дом. Но в выписке из ИГРН у меня отсутствует номер дома. Мне подсказали, что мне нужно присвоить адрес. Подскажите, пожалуйста, куда я должна обратиться и что мне нужно сделать для этого? Отличный вопрос. Как раз отличный почему? Потому что услуга оказывается в электронном виде. Через портал. Только в электронном виде. В первую очередь вам нужно получить подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Второе, у вас есть дальнейшие два пути. Либо прийти к нам. У нас пять рабочих мест для самостоятельной работы, где помогают наши консультанты. И они помогут вам получить данную услугу. Вам нужно с собой будет иметь подтверждающий документ на право собственности. И паспорт. Это первый путь. Второй путь – получить эту услугу через портал самостоятельно. Опять же, подтвержденная учетная запись на госуслугах. И дома, через портал, если у вас дома есть сканер, получаете эту услугу так же, как и при личном приходе в МФЦ через нашего консультанта. Абсолютно ничего сложного. Первый раз советую, конечно, прийти к нам, чтобы наши сотрудники помогли. А в дальнейшем, если понадобится такая услуга, то будете оказывать ее, получать, точнее, ее сами. Самостоятельно. Услуга оказывает администрация наша. Ну вот действительно такой оригинальный вопрос. Я даже не представлял себе, что можно с таким столкнуться. Присвоение адреса, да. Выписка из ЕГРН. Человек строит либо покупает дом. Но обычно это касается объектов недвижимости, новых, новопостроенных или подобное. Выписки ЕГРН. Либо отсутствует номер дома, либо проблемы с адресом. Вот проще говоря так. Неправильный адрес. Вот чтобы его присвоить, нужно обратиться в администрацию нового электронного вида. Ну а вообще, какие, скажем так, услуги, запросы граждан встречаются чаще всего, а какие, наоборот, бывают очень редко, скажем так. Не то, что непопулярные, а, наверное, необычные. Вы знаете, ну самые, наверное, топовые это услуги Росреестра. Все, что касается купли-продажи, все, что касается недвижимости. Ну вот, в принципе, услуга выписки из ЕГРН, из ЕГРН, она одна из самых популярных. Второе – это социальный блок, субсидии, соцкарты. А что такое встречается очень редко? Ну вот тут, наверное, вы меня в тупик поставили. Здесь я даже не скажу. Вот какие-то уникально редкие услуги. Да нет, встречается все. Встречается все. Каких-то уникальных услуг, наверное, на память не приходит ничего. Просто есть вот прям топовые, по которым в основном обращении идут. Опять же, Росреестр, социалка вся, уникальности. Да нет, все, наверное, чуть-чуть всего есть. Илья Валерьевич, ну вот мы уже поговорили об итогах работы в прошлом году, да, с этого начали программу. Поговорили о том, чем занимается МФЦ в настоящее время. Ну и, естественно, наверное, пришло время задать вопрос о том, что ждет нас дальше, ну и вас, соответственно, тоже. Какие основные направления работы в нынешнем, в 2019 году предстоят перед многофункциональным центром? Ну, основной задачей, конечно же, мы видим популяризацию услуг в электронном виде. В этом направлении мы будем двигаться, будем доносить, объяснять, помогать нашим заявителям. Основная задача научить. Научить, получать, подавать запросы самостоятельно. Потому что в идеале система будет работать так. Так, человек подал запрос, все остальные запросы межведомственные, параллельные, система будет рассылать сама. Ну, к этому все идет, в принципе. Вот, но тут, наверное, МФЦ, это, знаете, как фронт-офис оказания услуг, в принципе, для ведомства. Потому что мы общаемся с заявителями напрямую. И от сотрудника МФЦ зависит от того, как он объяснит, зачем то или иное действие нужно. И зачем это, в принципе. Как это удобно. Как это выгодно. Ну, полностью от него зависит, какое мнение. И что останется в голове у заявителя после получения услуги. Потом часто задают вопрос, будем ли мы открывать дополнительные окна еще. Ну, вот тут хотелось бы остановиться по поводу нормативов по действующим окнам. По количеству населения 190 тысяч сейчас проживает. Там чуть меньше получается. 189-500, по-моему, в городском округе. И по нормативу у нас на каждые 5000 жителей должно быть одно окно. Несложные вычисления. 38 окон. Минимум должно быть. У нас 54. Вот при таких условиях, конечно... Пока 54. Пока 54. При таких условиях мы, естественно, пытаемся и стараемся открывать новые окна с участием, с софинансированием бюджета Московской области. Пока нам это удается. Но тут справедливо задать вопрос. Ребята, у вас на 16 окон больше. Оптимизируйте. Поэтому, когда задают вопрос, где вы хотели бы открыть, ну, наверное, микрорайон Богородский, Щелково-7 вот как-то вот сам просится. И он же финский. Он же финский. И Щелково-7 тоже старый микрорайон. Он же развивается дальше, дальше, дальше. Поэтому, наверное, из того, что мы оптимизируем, в первую очередь будем думать в том направлении. Но основная задача, конечно, это продвижение электронных услуг. Один раз показал, и уже потом заявители как по накатанной. Потому что, кого я сам из своих знакомых, друзей показывал, все как-то скептически относились. Потом все как-то. Ну, вот я честно скажу, я тоже скептически к этому отношусь. И, собственно, как раз уже говорил, да, что летом пришлось менять водительское удостоверение. Неудачный пример, конечно. Только через регистрацию на портале госуслуг, иначе не дадим. Неудачный пример. Ну, попробуйте. Приходите, мы вам покажем. Научим, покажем. Будет удобно, и действительно, вы останетесь довольны. Самое главное, что все зависит от вас. В любое время, когда вам удобно, контроль весь. То есть вам приходят уведомления по этапности прохождения этой услуги. Вы всегда понимаете, на каком этапе ее оказание. По исполнению вам приходят уведомления, что услуга вам оказана. Можете обратиться либо в МФЦ, либо результат, подписанный электронной цифровой подписью, приходит вам на почту, как вариант, в зависимости от услуги. Поэтому за этим будущее. У нас есть еще один звонок от нашего зрителя. Давайте пропустим его в эфир. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, не планирует ли наше МФЦ в будущем работу по воскресеньям, по выходным дням? Хороший вопрос. Смотрите, я не могу сказать, что мы планируем, но нас могут очень сильно попросить это сделать в итоге. Потому что такие примеры есть в Московской области. По воскресеньям несколько МФЦ работает в крупных муниципальных образованиях. Но что за собой это влечет? Это влечет дополнительное финансирование, точнее потребность. Вся нагрузка на коммуналку плюсуется сюда. То есть один дополнительный день в неделю учреждение будет потреблять электроэнергию, воду, тепло и все остальное. Плюс, соответственно, зарплата сотрудников. Ну это как минимум, я коротко считаю. То есть увеличение средств на муниципальное задание, за счет которого мы финансируемся, это надо просчитывать. То есть это такой вопрос серьезный. Я понимаю, что для жителей это было бы, наверное, удобно. Но это влечет за собой дополнительные финансы. Поэтому, если руководство скажет надо, будем работать в воскресенье. Такие примеры есть, действительно, но я не могу сказать, насколько они удачные. Потому что не надо забывать, что у нас в воскресенье ведомства не работают. То есть мы в воскресенье можем только принять документы и самое раннее в понедельник их передать уже на исполнение в органы, которые непосредственно эти услуги оказывают. Нет, ну все равно, наверное, для жителей-то это удобнее. Прийти в выходной день и уж день-два роль не сыграет, наверное. Ну кому как. Кому как. Вот в принципе мне удобнее получить услугу в электронном виде, нежели идти в МФЦ. Ну может я уже просто как бы варясь в этом постоянно привык, что это удобно. А так, ну, наверное, об этом стоит подумать как минимум. Спасибо за вопрос. Но инициативу сами вы проявлять не можете? Не то, что мы не можем инициативу проявлять. Я все-таки бы сделал упор на электронных услугах, потому что они не затратны для нас, для бюджета. Не надо никаких дополнительных средств, кроме обеспечения техникой и специальными рабочими местами для самостоятельной работы. Глобальное финансирование здесь не нужно. А вот для дополнительного дня работы это уже абсолютно другое. Абсолютно другое. Вы знаете, что бюджет Щелковского городского округа, он дотационный. И изыскать дополнительные средства это будет непросто. В любом случае это решение за учредителем, за администрацией. Илья Валерьевич, ну еще хотелось бы теперь подойти к такому тоже, наверное, очень важному вопросу. Это о сотрудниках МФЦ, кадровый вопрос. Уже вскользь упомянули, что дополнительная зарплата нужна, если открываться в воскресенье, выходной день. И что в начале программы упомянули, что кадровые вопросы решаются за счет того, что более профессиональные сотрудники стали. Я имею в виду, пропускная способность увеличилась. Ну и вопрос такой, где берете кадры, охотно ли к вам идут. Ну и вот по поводу текучки. Вы знаете, в этом году, в прошедшем, так скажем, в отчетном году, в его конце, ситуация кардинально изменилась. Сложно сказать за счет чего. За счет, наверное, каких-то сокращений. Либо народ все-таки понял, что работа в муниципальном учреждении это некая стабильность, уверенность в будущем дне. И текучка как таковая отсутствует. Но, тем не менее, мы активно формируем кадровый резерв. То есть, чем для нас это удобно? Сотрудник приходит к нам, мы его тестируем, показываем ему азы работы, так называемые. И первоначальную подготовку ему даем для того, чтобы, когда место освобождается, по звонку он приходил и мог уже непосредственно трудоустроиться. В принципе, и сотрудникам это удобно. Они знают, что если место, будущим сотрудникам я имею в виду, что если место освободится, им звонят и они трудоустраиваются. В основном, конечно, мы делаем упор на жителей городского округа Щелково, которые проживают в непосредственной близости от места работы. Да им это и удобнее. Одно время у нас жестко вставал вопрос, Москва, так скажем, переманивала зарплатами. То есть, та же структура? Та же структура МФЦ, самая ближняя точка, это, по-моему, платформа Северянин или платформа Лось. Прямая доступность, прямая ветка идет. У меня несколько сотрудников, точнее двое ушло туда работать. Но, в принципе, небольшая калькуляция, получается, что по году мои сотрудники получают со всеми премиями, надбавками, они получают примерно столько же, сколько и сотрудники Москвы. И посчитав это, те, кто хотел уйти, они передумали. Ну, а какая-то подготовка есть особенная для сотрудников? Подготовка особенная есть. К сожалению, высшие учебные заведения пока не готовят кадры для МФЦ. Есть только кадры для муниципальной и государственной службы. Но у нас в прошлом году создано на базе платформы правительства Московской области учреждение, которое занимается как раз подготовкой кадров. Оно проводит дистанционные обучения, семинары с действующими сотрудниками и готовит кадровый резерв в том числе. Ну, представляете, 318 услуг. Это какой набор знаний должен быть? Надо ориентироваться. И юридически, и финансово. Безусловно, у сотрудников в голове. Поэтому я надеюсь, ну, так скажем, я уверен, что зарплата сотрудников будет своевременно индексироваться и только-только расти. Потому что действительно ребята заслуживают достойную зарплату. Потому что тот объем знаний, та отдача, в конце концов, те нервы. Потому что вы понимаете прекрасно, что работать с людьми это очень непросто. Очень непросто. Они заслуживают достойной зарплаты. К этому, слава богу, все идет. И надеюсь, что будет все двигаться по плану. Но вот вы сказали, что при приеме на работу потенциальный сотрудник проходит некое тестирование. В чем оно заключается? Минимальное знание, минимальное знание АЗОВ, так скажем, каких-то юридических, просто как он быстро работает в программе Word или Excel. То есть вот такие. Не какие-то глобальные знания, которые может знать уже профессионал. Впоследствии мы уже устроенного, трудоустроенного сотрудника, за ним закрепляем наставника. То есть система наставничества, она, на мой взгляд, самая эффективная. Опытный сотрудник, который берет под свое крово молодого и адаптирует его как в коллективе, так и обучает его уже работать с программами. Потому что мы работаем в нескольких программах, ну и работаем с документами, соответственно. Вот, наверное, основное. Есть один вопрос еще, который поступил по электронной почте от нашего зрителя. Почему в МФЦ Фрязино можно получить документы на оформление ребенка в детский сад, а у нас в Щелково нельзя? Ну, не совсем понял вопрос. В МФЦ Фрязино можно получить это услуга... Оформить в детский сад, я так понял. Да, но это услуга исключительно портальная. Это услуга через портал РПГУ. Через портал госуслуг? Через портал. Не госуслуг, а региональный портал. То есть мы наручную эту услугу не оказываем. Вернемся опять к готовке кадров, так, если можно это выразиться, по поводу проверки на стрессоустойчивость. Потому что понятно, что работа с людьми, но люди все разные, наверное, некоторые, так скажем, ведут себя не совсем адекватно. Как сотрудников? Тренируют, что ли? Может быть, общаться с народом? Да, тренинги, тренинги. Ну, так скажем, во-первых, опять же, вернемся к наставнику. Новый сотрудник, он смотрит, как ведет себя его старший коллега. Это вселяет и уверенность, и позволяет быстрее ориентироваться в происходящем. Но сразу оговорюсь, что если нервы не в порядке, в МФЦ делать нечего. В первую очередь надо любить людей. Это первое. И второе, нервы как стальные канаты. Потому что МФЦ это, знаете, как говорят, вечный пилотный проект. Там всегда что-то новое. Надо быть готовым к тому, что сегодня это так, завтра по-другому. Но МФЦ это что-то такое постоянно передовое. К этому надо быть готовым и любить эту работу. Вы сказали, что высшее учебное заведение, вернее, еще не готовит сотрудников для работы в МФЦ. Ну, а, скажем так, средние колледжи. Есть такие направления? Пока, к сожалению, нет. Но вот вы правильно акцентируете внимание, что мы высшее образование приветствуем, но на работу, принимаемую со средним специальным образованием. У нас сейчас много сотрудников получают высшее образование в заочной форме, при этом работая в МФЦ. Ну, а до этого они уже имели среднее специальное. Со средним мы по положению, по нашему внутреннему не принимаем. Я почему еще задал этот вопрос, потому что наш Щелковский колледж, который имеет достаточно много филиалов и очень много специализаций, периодически проводит так называемые ярмарки вакансий и привлекает своих студентов, учащихся к профориентации, так скажем. Вот вы не пробовали, не стараетесь сотрудничать? А мы с ними сотрудничаем. Их студенты проходят у нас практику. Практику, ну, наверное, человек 20 в год проходят у нас. Причем мы, более того, заказали несколько специалистов у них. Вот, по линии земельно-имущественных отношений. То есть мы готовы их трудоустроить. Просто человек, если он имеет базовое образование в сфере тех же земельно-имущественных отношений, ему уже гораздо легче ориентироваться в работе МФЦ. Именно потому что, да, большинство сделок связано с недвижимостью. Этот блок услуг ему будет понятен. Он будет понимать, о чем идет речь, о чем он говорит. Еще такой, знаете, немаловажный момент, на котором хотелось бы остановиться, это работа нашего контакт-центра. Потому что очень много вопросов, как можно узнать о степени готовности документов. Единый контакт-центр МФЦ Московской области. Запишите, пожалуйста, уважаемые заявители его номер. 8 800 550 50 30. По этому номеру вы можете узнать, какие документы нужны для оказания той или иной услуги. Степень готовности ваших ранее поданных документов. И самое главное, что на этот вопрос вам может ответить любой оператор, взявший трубку. Неважно, в каком муниципалитете вам ответили. У них у всех есть общая база данных, где можно проверить степень готовности. И следующий момент. Этот телефон также подходит для того, чтобы пожаловаться на ту или иную проблему. Это линия добродела губернатора. Специалист, взявший трубку, может ввести вашу жалобу или ваше предложение в добродел. Это очень удобно. Большое спасибо, Илья Валерьевич, за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время идти к нам в студию. Спасибо, что пригласили. Будем надеяться, что все больше и большее количество жителей не только городского округа Щелково, но и всего Подмосковья будет все чаще пользоваться услугами многофункциональных центров вообще, ну и нашего Щелковского в частности. Спасибо. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» был директор Щелковского многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг Илья Шумейко. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо.